Следующий вопрос. Является ли сделка карда, то есть сделка долга, какой лазимун, то есть присущей, как бы, обязательной сделкой. Имеется в виду, говорит Ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни. Говорит, эта сделка является лазим, то есть является обязующей относительно того, кто дал в долг. Говорит, и является разрешенной для того, кто взял в долг. Говорит Мухни, то есть давший в долг, если решит вернуться обратно, относительно своего имущества, и его же забрать, это же самое имущество, то не способен этого сделать. Почему? Потому что это имущество уже перешло в полное владение того, кому ты дал в долг, то есть полное владение должника. Говорит, он может такое сделать. Потому что, говорит, все, на требование подобия чего ты имеешь право, ты можешь требовать его самого. Как то, что у тебя отобрано, или как то, что ты дал на пользование. Говорит Ибн Кудама, говорит, но за нас то, что, говорит, кредитор, удалил от себя, говорит, имущественное владение этой вещью, без права возврата, относительно этого. Поэтому, говорит, он не может вернуться, относительно этого, кальмабе, так же, как не может вернуться, относительно того, что он продал. Значит, еще раз разъясним этот вопрос. Смотри, что значит, является ли дача в долг, или брание чего-либо в долг, и является ли сделкой, обязующей две стороны к этой сделке. Так вот, здесь, говорит, относительно того, кто дает в долг, для него эта сделка является обязующей. Что значит обязующий? Для кредитора. То есть, он не может забрать эту же самую вещь после того, как передал ее должнику. Я отдал тебе животное в долг. Я не могу прийти и требовать это же самое животное. Но если я что-то требую, то требую что? Подобие этого животного. Понятно, что означает, что для меня эта сделка является какой? Обязующей. А для тебя, для должника, эта сделка не является обязующей. В том смысле, что ты можешь вернуть обратно это же самое животное, или не можешь вернуть. Можешь это сделать. Говорит, видишь, говорит, ибн Кудама, а за нас то, что за нас то. То есть, за то мнение, что для кредитора эта сделка является обязующей. То, что он, то есть кредитор, отказался от своего имущества, без права возврата относительно этого. Поэтому он не может вернуться обратно, то есть обратно требовать свою вещь или свой предмет. Подобно тому, как будто бы он ее продал. И говорит, есть разница между тем, что у тебя отобрали, и между тем, что ты дал на пользование. То есть, смотри, кто-то у меня что-то отобрал. Моя вещь у него. Я могу требовать в суде эту свою вещь или не могу требовать? Могу, эту же самую вещь. Я дал тебе на пользование что-либо. Могу ли я требовать у тебя именно эту вещь? То же самое могу. Говорит, ибн Кудама, есть разница между вещью, которую ты дал в долг, и между вещью, которую ты дал на пользование, или у тебя ее отобрали. Потому что в последних двух случаях, говорит, твое владение от этой вещи не уходит. То есть ты продолжаешь оставаться в праве владельца этой вещи, даже если у тебя ее отобрали или даже если ты дал ее на пользование. Говорит, «Валянну лаям ликуль муталаба бимислихима маа учудихима» А также разница между дачей в долг и между отобранными имуществами между тем, что взяли у тебя на пользование, в чем, говорит, в том, что ты не можешь требовать какую-то другую вещь, если присутствует эта сама вещь. То есть если я тебе дал, допустим, пять-шесть стульев, когда у тебя пришли в гости на пользование, могу ли я прийти и требую тебя другие стулья? Говорит, нет, вот твои красивее, чем мои. Отдай мне твои стулья, а мои оставь у тебя. Нет, говорит, не можешь этого делать. То есть все, что ты можешь требовать, это свои стулья обратно. Но чужие ты требовать не можешь. В отличие от чего? От долга. В долге, наоборот, ты не можешь требовать свое, но должен требовать подобие. Говорит далее. Вафимас аля тинаби хиляфи. Веш. А в нашем вопросе, говорит, наоборот. В вопросе долга, наоборот. Фаммаль муктарит. Теперь, что касается муктарида, что касается должника. То есть, для него это сделка обязующая или нет. Фалю радду мактараду аля мукрит. То он, говорит, может вернуть то, что забрал у кредитора обратно. Если эта вещь аля сифати, то есть, осталась такой же и не испортилась. То есть, не стала дряхлой, не стала старой, не испортилась, не сломалась. И в ней не осталось никакого айба. То есть, никакого дефекта нет. Почему он может вернуть эту же самую вещь? Потому что ведь она осталась в том же положении, в котором он ее забирал. В этом случае, говорит, кредитор обязан принять эту вещь, так же, как если ему отдают то, что он отдавал при сделке салам. Как если бы эту вещь ему отдавал кто-то другой. Говорит. И правильным является мазад ханбалитов. Значит, какой правильный мазад в этом вопросе? То, что для кредитора эта сделка является обязующей. Он не имеет права требовать этот же самый товар, или этот же самый, точнее, предмет обратно. Но может требовать только подобие. А для того, кто взял долг для должника, эта сделка не является обязующей. То есть, он имеет право отдать этот же самый товар, а не подобие. Но если этот товар такой же, как в том состоянии, в котором он его забрал. Если же он изменился, то кредитор не обязан принимать этот предмет обратно. Но может требовать подобие его. И в действительности, более верное мнение заключается в том, что даже для мухтарила, то есть для должника, сделка договора, то есть долгового является обязующей. В том смысле, что он не может вернуть тот же самый предмет, который он взял в долг. Почему? Потому что этим и отличается аль-Ара от аль-Карда. То есть, если мы говорим про Аль-Карда, то Аль-Карда это когда человек берет в долг какой-либо предмет и обязан вернуть подобие этого предмета. А что такое Аль-Ара, когда человек берет какой-либо предмет на пользование и затем возвращает этот же самый предмет. Поэтому мы говорим, если кредитор дал в долг какой-либо определенный предмет или какую-либо сумму денег, то он имеет право ожидать другой какой-либо предмет, подобный тому, который он дал. То есть, не тот же самый предмет, который он давал. Почему? Потому что иначе это будет Аль-Арой. Аль-Карда будет договором передачи какого-либо предмета на временное пользование. А этот договор не заключался между должником и между кредитором, но заключался договор о долге, то есть о долговых обязательствах, а не просто об обязательствах пользования. И сам же Шеф Хаматин Хижам этот вопрос разбирает также на странице 574, указывает на разницу между Аль-Арой и заключает этот вопрос тем, что Аль-Карда этими отличается от Аль-Арой. То, что должник обязан вернуть подобие предмета, и в данном случае кредитор не обязан принимать этот же самый предмет, который он давал в качестве долга. И действительно, если мы скажем, что он обязан принять этот предмет, возможно, этот предмет находится в долговых обязательствах у должника в течение полугода или в течение 7 месяцев и тому подобное. Это приводит к чему? К тому, что предмет теряет свою цену на рынке. То есть одно дело, когда предмет продается или у тебя в руках, и он в определенном состоянии, и другое дело, если он окажется у тебя в руках через 7 месяцев после его изготовления, например. То есть цена его на рынке, естественно, падает. Поэтому человек, то есть мокрый в данном случае кредитор, не обязан принимать этот же самый предмет нам. И этот, как мы сказали, вопрос на странице 574 приходит повторно, и шейх Мухаммад Ибн Хизам указывает на правильность мнения о том, что даже для мухтарила, то есть даже для того, кто взял в долг, является этот договор каким обязующим. В том смысле, что кредитор не обязан принимать этот же самый предмет. И шейх Мухаммад Ибн Хизам указывает здесь на то, что это мнение также о шейхе Ибн Уасаймина. Далее.